Трудно сделать так, чтобы тебя отчислили. Было страшно. Здесь немножко мальчики. Привет, меня зовут Даша Китова. Я из педагогического университета. Там я занимаюсь активной творческой деятельностью. Я режиссер и постановщик клоунады и пантомимы. Сложно ли было поступить? Не сложно, но было страшно. Слухи про то, что туда всех берут, это неправда. Там такие же проходные баллы, как и в других университетах. Поэтому я еще кроме педа никуда не подавала. Поэтому было особенно страшно. Чему можно научиться в СГСПУ? У нас можно найти себя, можно полностью раскрыться, если ты очень сильно этого захочешь. Можно научиться всему, чему хочется. Потому что если ты будешь заниматься творческой деятельностью, ты научишься и ставить номера, и научишься какой-то актерской деятельности. Если ты хочешь чисто заниматься наукой, учиться, то там с образованием все нормально. Я не пропущу никогда пары у Бобровой Натальи Геннадьевны. У нас просто на факультете это самый важный предмет она ведет. Никто ее не пропускает, все боятся пропускать, потому что из всех преподавателей она интереснее всего рассказывает. Она вот прям по-настоящему учит, как нужно. Что тебя бесит в универе? Не знаю. Наверное, мне больше всего не нравится, когда студенты нашего университета ходят и говорят, что им не нравится у нас учиться. Потому что я все время думаю, зачем ты тут учишься, если тебе не нравится. Как не слететь со степухи? Ходить на все пары и делать периодические задания, то не слетишь. Трудно сделать так, чтобы тебя отчислили. Есть ли у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? Ну, наверное, нет, есть с утра. Но оно быстро пропадает, а мы еще во вторую смену учимся, поэтому мы этого всего не видим. Кого ты больше всего боишься в своем универе? Тоже одну преподавательницу. У нас весь факультет ее боится. Не, не весь факультет, у нас боится ее чисто весь профиль химиков, потому что это самый страшный преподаватель по химии. Она очень строгая, она очень странная, и мы все ее боимся. Что самое вкусное в столовой? Закрытая пицца и гриньетка с курицей. Это прям устоявшие сомнения, если что. За что могут отчислить? Я знаю один случай. У нас один раз отчислили кого-то за то, что он со сцены матерное слово сказал. Я не знаю, какое, но, короче, есть слух о том, что отчислили человека. Ну, как бывает, ты говоришь, забыл слова, я так мутюкнулся. Вот. Это самое такое странное вообще за неуспеваемость. Как попасть в общагу после отбоя? Наверное, никак. Либо, может быть, попросить, чтобы тебя встретила замдекана только, но это нужно быть в очень хороших отношениях с ней. Я проходила, но обычно это было так, что там, либо каким-то особенным способом мы друг другу передаем пропуски, либо подходишь к охраннику и такой, ну, боже, на часик. Просто помочь нужно на реферат. Как-то так. Ну, вообще, не всегда получается. Блиц. У вас учатся только девочки? Нет, здесь немножко маленькие. Выпускники все могут работать в школе? Да. Ты бы пошла работать в свою школу? Ну, да. Сколько у тебя стипендия? 7 тысяч где-то. Академическая и повышенная. Академическая 1600, повышенная 6. Кем ты будешь после окончания? Я буду учителем химии и биологии. Сколько будешь зарабатывать? Где-то 13 тысяч рублей. Будешь работать по специальности? Да. Совет для студентов. Нужно не бояться. Если тебе хочется что-то попробовать, нужно обязательно попробовать. Если не попробуешь, потом обязательно пожалеешь об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!